В России активно продолжаются зачистки среди борцов с коррупцией. Так, экс-исполняющего обязанности главы антикоррупционной службы Максима Рассыпала приговорили к восьми годам лишения свободы за получение взятки. Также суд назначил штраф на сумму более пяти миллионов рублей. Выяснилось, что уборотень с посредником требовали взятки за провоз товаров через границу без проверок и за общее покровительство грузов. Какие грузы за взятки без проверок могли быть провезены на территорию России в условиях повышенной террористической опасности, остается только догадываться. Наконец-то следователи взялись и за бизнесменов, которые активно поддерживают и спонсируют действия нацистов и террористов. Так прошли масштабные проверки и аресты сотрудников производителей водки «Хортица» в России. Были арестованы Александр Беспалов и Андрей Лазутин, которые являлись сотрудниками холдинга «Глобал Спиритс». Напомним, что основателем бренда «Глобал Спиритс» является украинский бизнесмен Евгений Черняк, который объявлен в розыск за финансирование терроризма. По версии следствия, Черняк перевел украинской армии более 500 миллионов рублей для осуществления террористической деятельности в России и купил для ВСУ боевые товары на 90 миллионов рублей. Из-за проходящей масштабной чистки некоторые чиновники начинают сотрудничать со следствием и выдают взяткодателей, что не фиксировалось ранее. Так в Кагуле юрист одной из коммерческих организаций была арестована во время передачи взятки чиновнику. Женщина действовала в интересах компании, которая занималась благоустройством города. Чиновник должен был принять некачественно выполненные работы за 8 миллионов рублей. Но чиновник сообщил о коррупционном предложении в правоохранительные органы и после передачи денег юриста задержали с поличным. Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере более 4 миллионов рублей. Редакция «Момент истины» также продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам. Субтитры создавал DimaTorzok